Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор под номером 294, точнее не обзор, а варкап под номером 294, хотя обзоров наверное примерно столько же у нас уже записано. Сегодня я один, посмотрим собственно карту барда клоу и я один не потому что никто не согласился со мной таким плохим делать обзор, а просто потому что я не знаю, я решил сделать один, по одному спокойнее и возможно аналитики побольше и так далее. Ну ладно, посмотрим карту, в общем-то это плазморан, дают нам на старте батлсьют и плазму собственно, здесь мы забираемся наверх и здесь у нас лежит хейст, который может помочь нам забраться еще выше, дают его нам на 5 секунд, забираемся мы вот сюда, ну естественно можно без хейста и это будет быстрее забраться сразу сюда. Так, здесь мы поднимаемся, здесь у нас еще рампочка, ну посмотрим нормальный роут, да, здесь у нас все происходит вот так вот, отсюда мы уже либо плазмим, либо перепрыгиваем, далее мы плазмим в сторону, здесь нам надо наверх, здесь нам дают еще плазму, хотя почему бы не дать сразу 200, да, unlimited плазмы, но возможно в старых картах, в старом радианте было нельзя делать unlimited пушки, опа. И здесь у нас собственно финиш, все, вот и вся карта, карта простая, карта не сложная, роут тоже в целом не сложный, особенно для тех, кто любит плазму, а для тех, кто плазму не любит, у них конечно могли быть некоторые проблемы. В общем-то по роутам, естественно нужно делать с прыжка это все, я сейчас плохо проплазмил, но ничего страшного. По роутам, в общем на старте, давайте со старта, мы можем делать плазмобуст с прыжка, тем самым начинать подниматься быстрее. Еще такой момент, здесь почти же, Димон заценит, то есть здесь нам режет высоту прыжка по непонятной причине, если мы просто прыгаем, то все хорошо, если прижато к стенке, то режет высоту, поэтому надо этот прыжок делать чуть-чуть и обратно не пускает. Чуть-чуть от стены, таким вот образом. Далее, естественно, желательно забираться сразу вот сюда, то есть траектория должна быть не такая кривая, как у меня, а примерно диагональная, чтобы сразу сюда забраться. И здесь еще такой момент, что если очень хорошо проплазмить с хорошими углами, то можно здесь на этой платформе не останавливаться, а сразу повернуться и проплазмливать наверх. Возможно, мы у кого-то это увидим, возможно, нет, но этот роуд явно быстрее, потому что ты здесь не останавливаешься. У меня получалось, типа, несколько раз, это реально быстрее, где-то на 200 или больше, но я карту не добил, мне стало потом лень и так далее. Здесь мы, естественно, там у нас есть рампочка, как все могли заметить, и отсюда мы уже просто поднимаемся достаточно высоко и отталкиваемся на эту рампочку. Естественно, что для хорошего тайма нужно максимально рано оттолкнуться, чтобы до краешка долететь, а отсюда просто вот так серклом можно уже допрыгнуть. И, естественно, карта у нас маленькая, карта у нас фреймовая, поэтому нам нужно с этого серкла еще себя поплазмить, чтобы скорости было побольше. Здесь в ЦП мы, естественно, делаем буст, ничего особенного, ну и здесь просто забираемся и максимально быстро забираемся наверх, все. Вот и вся карта, то есть роутов здесь, как таковых, прямо разнообразия нет, ничего специфичного в роуте тоже нет. Просто надо все сделать четко, надо все сделать быстро, нигде лишний раз не затупить, и, пожалуйста, вот вам 13.5 будет. На 13.5 у меня были просто плюсы, но вот, я не знаю, я в последний день там с Димоном мы сидели и играли на сервере, но что-то я забил, и мы пошли играть с троих какой-то, по-моему. Вот, про карту даже не знаю, что еще сказать. Вылететь здесь, в принципе, можно, но в этом никакого смысла нет, он нас кидает обратно. Но с Хейстом мы тоже ничего особо не придумаем, нигде ничего срезать нельзя. Точнее, может и можно, да, допустим, взять Хейст и отсюда как-то вылететь, я не знаю, как-то попробовать на рампу, может, да, забраться и с этой рампы уже наверх, а тут даже и телепорт, то есть он тебе ничего не даст сделать. Этот телепорт у нас сюда телепортирует, на эту платформу, это, в принципе, уже невыгодно. Были какие-то у меня варианты, чтобы попробовать как-то с даблджампом, может, не знаю, сразу туда добраться с плазмой, но это у нас не рефлекс, где высоты даблджампов, триплджампов стакаются. Если был бы рефлекс, было бы очень просто, что делаешь здесь триплджамп с плазмой и сразу залетаешь сюда. Ну и отсюда уже просто пилишь, собственно. Ну, в общем-то, все. Такая вот карта, ничего сложного, ничего необычного. Надеюсь, все пишется. Пять минут на обзор карты. Но она реально маленькая и здесь ничего такого нету, тем более, что она старая. И бардак здесь, наверное, просто... Она и называется лол, а кто не знает бардака, это великий маппер, между прочим. Так что давайте смотреть демки. 294-й, начнем с ВК-3. Керф из Канады, чуть не сказал, из Китая. 27-й, один. Все время хочется сказать плей. В ВК-3, в принципе, все то же самое будет происходить. Только вот единственное, углы у Керфа не очень хорошие. Да, здесь он забирается просто наверх. Здесь зачем-то... Вау! А зачем? Это же медленнее гораздо. Ну, так он решил, так решил. Неплохо, неплохо. И здесь очень много времени потерял. Даже если тем же роутом исполнять, очень много времени потерял. Не то чтобы на том, что он ходил по земле, что очевидно. Еще больше времени он потерял на кривых углах. Так что, ребята, для плазмы углы очень решают. Хороший угол вам, в отличие от почти хорошего угла, может дать скорости или скорости подъема, неважно, да, горизонтальной, вертикальной скорости, может дать намного больше, чем вам кажется. Если вам так кажется, что типа, ай, да я там на пару градусов плохо поставил, хуже, да. И так сойдет. На самом деле нет. Нужно на плазме все делать четко. Так, Кузлех, 24.2. Без терпла, без всего. Но углы уже получше, углы получше. Видно, что вот, поставил, не торопится тихонечко. Все хорошо, сразу пытался к стене. Здесь на платформу приземлялся. Углы хорошие, Кузлех, молодец. Ставлю тебе плюсик, жирный плюсик, за то, что ты не торопишься. И просто поставил углы. Просто поставил углы и чистенько прошел. Молодец, просто отлично. Skyx23.7. Лучше не торопиться, ребят. Понятно, что хочется сделать все побыстрее, но лучше не торопиться. Точнее, не сделать все побыстрее, а сделать тайм побыстрее, да. Вот тоже ставит углы тихонечко. Вроде бы. Но вот здесь тоже карта маленькая. И нужно время в полете свое тоже рассчитывать. То есть вот этот момент, где он падал на платформу, да, между двумя стенами. Он мог падать гораздо меньше и начинать плазмить сразу к финишу. И в этом очень большой минус. Вот как я должен это прочитать? А? Вовка, как я должен это прочитать? Вот это вот, с моим шрифтом. 28. Давайте посмотрим. Так, циркл джампа поднимается хорошо. Тоже сразу наверх. Вот, тоже тихонечко поставил правильный угол. Ой-ой-ой, на рампочку. Вот это хорошо. Вот, вот, эталонные, просто эталонные прохождения мы видим. Почему? Почему мы вдруг видим эталонные прохождения? Не то, чтобы прямо супер, суперические, да, какие-то, но люди ставят углы, не торопятся. Это мои слова до вас дошли? Или вы просто решили, наконец-то, не торопиться сами по себе? Да, оценим 4 комполомус. Так, в онлайне. Так, комполомус сделает кофе. Выговорит, ебанулись. Вот, тоже хороший угол. Раньше гораздо залетает здесь наверх. Сразу на рампочку должен падать. Но вот у Вовки получилось получше здесь, конечно. Слишком долго летел. Он слишком много летел. У Вовки, конечно, этот момент получился получше. Так, какая у них разница? А, разница-то небольшая, да? То есть тут разница, я думаю даже, что вот эти 400 это на старте. Что комполомус залетел просто пораньше на верхний этаж и все. То есть в этом вся разница. А остальное все у Вовки гораздо быстрее. 21 на 1 кипиш. Тоже серкло джампа на том же сервере с Мразаровым. Тоже, видите, очень далеко залетал на финиш. Из-за этого пришлось много ходить пешком. Хорошо на рамп приземлился. Хорошо проплазмил. Но здесь тоже у Вовки еще хорошо вышло, что он сразу к финишу как бы летел. Ой, здесь еще в конце зацепился. То есть пока что вот среди вас троих, так сказать, Вовка лидирует по траекториям, по скоростям и по, не знаю, учитывая кипишевский врез, так сказать, и частоту прохождения тоже у Вовки гораздо лучше. 26, гмуг точка. Гмуг. Тоже хорошо залетел. Угол не очень хороший был после рампы. И вот здесь, вот здесь вот, да, вот в этой вот зоне, вот там вот, нужно уже к финишу стрейфить, как это делал Вовка. Это самый будет правильный вариант. И здесь тоже слишком высоко. Нужно здесь, конечно, пытаться найти для себя диагональный угол. Тем более, что там дают патроны. Там стоит телепорт на ту же платформу, с которой плазмишь. То есть это можно потренить. Можно просто найти угол оптимальный, с которым ты будешь диагонально подниматься на финиш, набирая хорошую скорость. Это нужно было сделать. Гмуг точка этого не сделал. Он, видимо, просто очень часто врезался и решил, что я буду не стрейфить, а в смысле плазмить повыше, а потом буду на скорость. Но суть в том, что на скорость у него совсем не осталось времени там плазмить. Ну и, собственно, а так, конечно, ну, побыстрее. И углы побыстрее, и все побыстрее выставляют. Ну и скорость. Тайм, собственно, здесь тоже строится из того, ну, уже не будем считать там каких-то топчиков, да. Тайм еще, конечно, для вот вас всех строится из того, насколько быстро вы поставите угол. Потому что это все время, это все время, драгоценное время. Ты поставил, ты три раза долго ставил угол, минус 400, например. То есть три раза быстро поставил угол, плюс 400. 19-0 Бразаров. Тоже на том же сервере. Но это вовсе не значит, что нужно торопиться и ставить неправильный угол. Это со временем, я вам просто говорю, так сказать. Вот тоже сразу в синее. Здесь тоже сразу на финиш стрейфил из одного прыжка вообще добрался вообще отлично. Вообще все хорошо. И угол гораздо приятнее на финише, хотя можно и финиш побыстрее немножко. Но в ЭКУ-3 это, конечно, плазма такая, более не очень приятная, не очень френдли для игроков, если ей не владеть хорошо. Поэтому, конечно же, это не очень легко. То есть я, может, тут и рассуждаю, что ой, тут неправильно, тут так, всякое. Я прекрасно знаю, ребята, что в ЭКУ-3 я тоже играю. 17-17, ацит, Красноярск. Большие отрывы у нас пошли. Очень хорошо поднялся. 73, наверное, слетела чуть мышка. Тут тоже очень все хорошо. Сразу на финиш стрейфил с одного прыжка. Вообще отлично. И еще такой момент на плазме, о чем я в обзоре не сказал, что желательно, конечно, забираться на какие-либо платформы после Климбо. Как бы с заступом. То есть не подлетать на нее, не залетать на нее, а именно как бы заходить на нее. Вот как у Эсида и получилось на финише. Ну, мы еще, я думаю, такое увидим. Я вам еще раз обращу на это внимание. 17,3 и 3 бридж. Тоже очень далеко. А, даже так. Ну, неплохо. Но это все равно медленнее, я считаю. Вот он, видите, залетал. Это все медленно. Залетать медленно. Не знаю, как в ЭКУ-3. Возможно, это ситуативно очень для ЭКУ-3. Но в ЦПМ как бы заходить именно заступом, приплазмливать на какую-либо платформу, этаж и так далее, намного выгоднее. 16 едь, прокип-поп, четвертое место. Не дожал, да, немного прокип-поп. Ну, прокип-поп, наверное, больше времени ЦПМ уделил. Вот он хорошо тоже забрался. Вообще отлично. Сразу начинает плазмить, что не очень корректно. На самом деле, нужно было пару шажков сделать, чтобы набрать какую-то стартовую скорость. Ну и финиш отлично забрался. Спасибо за гейстуру в уши. В общем-то, отличная демка. Я не знаю, что сказать. Единственное, вот начал плазмить сразу. А надо было сделать, конечно, хотя бы там 1-2 шажка, чтобы набрать стартовые там 203 ступсов. И тогда бы было быстрее, намного. Снукер 16.3. Кто это у нас Снукер? Интересно. Снукер это у нас Снукер, судя по данным, Devcoms. Неплохо. Вообще без прыжка. То есть у него была такая траектория, что мог себе позволить не делать прыжок. С прыжком было бы медленнее, потому что он быстрее дошел просто пешком до финиша. Ну и естественно, что уже тут говорить. У последних всех ребят плазма отличная. 14.88, 16.1. Вот, заступом, видите, залетал. Как бы не то, чтобы прямо заступом, но... Сразу начинал идти, как бы, да, по полу. А естественно, что когда ты идешь по полу, твоя скорость набирается быстрее, чем в воздухе. Топ-2, в общем-то, поздравляю, топ-3 Снукера, топ-2 Ивана. И 15.5, прямо на 600, перебил Литиум. Литиума поздравлять не будем. Кто знает, тот поймет, так сказать. Вот тоже заступом, здесь подлетал, правда. Немножко вообще запорол, типа... Ну, все сделал просто быстрее, просто быстрее. Все углы, все плазмы, возможно, где-то угол поровнее и так далее. То есть нужно эти 600 надо поискать. Не то, чтобы поискать, но на первом взгляде вроде одинаковые, типа, демки, да, все быстро сделано, но просто Литиум. И, видимо, поплазмил где-то лучше. Вот и все. Старт, на самом деле, очень решает на этой карте, потому что вся остальная часть карты, особенно в ЦПМ, то есть она одинакова. То есть ты просто плазмишь по стене, ты плазмишь наверх, ты плазмишь на финиш. Все. Основное отличие это старт по таймам, как правило. Ладно, ЦПМ, 26.5, Бестер Икс 8. Так, играл через Хейст. Ну, видимо, плазма не твоя, братан. Просто к тому, что ты взял Хейст. Ну, тихонечко, без каких-либо ошибок. Прыжок сжать, естественно, во время плазмы Климба не надо, потому что так ты забираешься или плазмишь медленнее, я набираю скорость. Ну и на финиш забрался вот с заступом, как раз. О чем я говорил, он только на финише так делать не нужно. 25.2, Кутри Лекс. Тоже просто пешком. Делал зачем-то прыжок, он абсолютно там не нужен, ты потерял немного времени на этом. Ну, просто выкутри, выкутрический ран, да, как кто-то сказал. Ну и на финиш, конечно, немножко не доплазмил, на чем оба потеряли очень много времени, где-то, может быть, по полсекунды точно. АЗН, Хорайзен, Дан, 23.0. Я уже думал, бус сейчас какой-нибудь будет. Ну, это совсем как-то павуку-тришному, можно же повернуть на финиш. В ЦПМ ты можешь повернуть на финиш. Ну, неплохо, тоже неплохо, пока нечего. Ничего, на основные ошибки я указал ВКУ-3, а в ЦПМ пока ищем, значит, у кого-то ошибку, которую еще не было, чтобы ее тоже разобрать, одно и то же повторять, естественно, не очень хочется. Элизиум из России, судя по всему. Ну, тут забирался на платформу, да, как бы это, естественно, немного медленно. Вот сразу заворачивал на финиш. Ой, немножко запорол, да, но надо было килл нажимать. Естественно, потерял очень много на этом. А так, в целом, вроде как неплохо. Вейт ТА, да, 22. Так, с прыжка. Жмет прыжок. Делать так не нужно, ребята. Делать так не нужно. Сразу на рампочку. Отлично. На финиш поворачиваем, ну, тихонечко, не торопясь, да. И залетаем на финиш. Ну, углы, понятно, не самые оптимальные, о чем уже говорилось. И это нарабатывается только с опытом. Либо лютой задрочкой какой-то, да, определенной картой, допустим, что ты задрачиваешь тупо угол, с которым тебе нужно по вот этой стене в данной ситуации, типа, плазмить. Но все равно все карты разные, и потом нужен будет другой угол, если ты прямо задрачиваешь один угол, ну, к примеру, да. То есть это не очень такой подход. Это подход хороший для карты, например, что это до FVC какой-то, и ты там пытаешься максимально прямо сделать что-то. Я уже забыл, к чему это. В общем, просто, если вам нравится плазма, играйте много плазмы. Есть ролик у меня на канале «Карты для освоения плазмы». Вот берите оттуда прямо по списку, идите и затрачивайте о них, они там все очень хорошие. 21, Вовка. Ну, в ЦП-то уж тем более, можно сразу подниматься ближе к следующему подъему. Ну, в целом, все неплохо. И углы, опять же, тихонечко, да, не торопятся. Все хорошо. Просто под 70 залетел диагонально. Нормально, нормально. Волканойт, 19, 1. Ну, очень... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Совсем с роутом не угадал. Совсем не угадал, Вулканойт. Углы, конечно, все хорошо, но совсем, совсем долгий путь ты выбрал себе. Кравсилл, 87. Через хейст. Почему нет? Вот так вот можно без хейста забраться, соответственно. Ой-ой-ой-ой. Кравсилл не может поворачивать. Но это тебе стрейк, надо поиграть, братан. Стрейк, поиграй. Ты очень хорошо прошел карту, но из-за того, что ты не повернул или пытался через кнопку вперед та повернуть. Типа я так понял, что ты просто врезался и типа по инерции полетел в другую сторону к финишу. Поиграй, стрейк, поиграй. Я может, я понимаю, что возможно тебе нравятся пушки и стрейк тебе скучно, но стрейк это основа всего дефрага и на всех пушках тебе этот стрейк пригодится. На любых пушках абсолютно тебе пригодится стрейк. Ну, это и ко всем, собственно, относится. Играйте стрейк, ребята. Играйте. Играйте пушки параллельно, играйте больше стрейфа в начале, потом, когда вы будете ставить, там, не знаю, топ-20, ладно, топ-30, на любой карте стрейфовой, естественно, если мы берем каких-нибудь порнстаров, потому что там больше количество игроков поиграло, и топ-30 поставить сложнее, чем на карте Биатрикса, например, где всего 30, да, поиграло. Так что, вот тогда начинаете переходить полностью на пушки, и да пребудет с вами сила, потому что я лично, а все вы знаете, что я хорошо пушки играю, я лично сначала играл очень много стрейфа. Я года два играл тупо стрейф, я просто задорачивал стрейф, я с Хоксом там соревновался и так далее. А потом я подсел на пушки благодаря Сайроксу, за что ему большое спасибо, и я, собственно, на пушках, скорее всего, было, конечно, тяжело переходить, но, скорее всего, благодаря своему стрейфу, который уже был на таком неплохом уровне, я на пушках преуспевал тоже. Ладно, Сергикус, Кантри Хиа, много опять болтаю, но я вам просто даю рекомендации из своего опта, ребят. Я хочу, чтобы вы старались лучше, чтобы, но новые поколения не то, чтобы играло только стрейф, но умело играть в целом. Хорошие углы, хорошее, все вроде как отлично, но, опять же, путь выбранный как у Валканоида, возможно, это один человек, возможно, это соседи там по общаге и еще что-то, но Роуд не самый эффективный, очень неэффективный. Космо Байкер 18-3. И я, да, это, человек-сосед, пройдено хорошо, ничего не могу сказать, немножко меня отвлек сосед, и давайте я, наверное, буду мютаться, когда он сверлит, я надеюсь, что это будет недолго. Эфьем 18-1. Очень хорошо поднимается, прямо отлично поднялся. Ну, вот здесь, прямо, правда, до конца плазмит, цпм, естественно, можно, а, просто прыжком, неплохо, тоже, тоже хорошо. Я обзор перезаписывать не буду, я сразу говорю, надеюсь, что его слышно не очень хорошо, хотя я вижу по микрофону, а его сейчас не слышно, слышно меня, вместе с ним, но да ладно. Я надеюсь, что он не особо меня перебивает, короче, феоп, красава, но можно, можно, конечно, быстрее, лучше сразу попадать на рампу, и оттуда уже на платформу Skyx17.8. Сосед, как ты заебал, он, он всю неделю сверлит, ребята, всю неделю просто, он бывает с утра сам вас сверлит. Так, сразу на рампу, отлично, правда, делал два прыжка, все совершенно ненужных, можно было с одним, и здесь тоже делал лишний прыжок, по идее, но в целом очень-очень даже хорошо, очень хорошо. Кипиш, 76, давайте будем-то побыстрее, так сказать, дойдем до топчиков, потому что долго со сверлением я жить не смогу. так, просто стрейфом с рампы, но нормально, нормально. Хорошо, все хорошо. Твой динозавр застал меня зевать, кипиш. Вайландс, 17.0 из Узбекистана. С прыжка, просто с прыжка. Поднялся нормально, но не очень быстро, можно было побыстрее, еле как долетел, поплазмил по стене, во! Вот, это уже хорошо. Но начал вот, по идее, в ЦПМ до финиша нужно просто долетать уже от стены, то есть понятно, что ты пару шажков еще до стены, по которой будешь потом плазмить, дойдешь, но делать целый прыжок это 0.7, ребята. Прыжок это 0.7, это почти секунда. То есть, если бы вот вы все просто пытались долететь сразу до финиша, до той стены, завернуть сразу же, вы бы намного быстрее тайм сделали. То есть, вот, допустим, у Вайландса уже бы 16.3, например, да, было, или даже больше, точнее, меньше. Вот, это, вы, вы учитываете, вы всегда держите в голове, что прыжок это 0.7, кинуть гранату не наперед, это пара секунд, потому что ты пока встанешь на то место, где надо кинуть гранату, пока кидаешь гранату, пока она там две с половиной вроде как секунды, она взрывается, а так ты можешь заранее гранату наперед кинуть, и уже, как бы, отсчет гранаты ты пошел, и тайм ты экономишь на пару или больше секунд. держите всегда в голове, как можно улучшить. Если вы где-то делаете прыжок, подумайте, ну, то есть, очевидный какой-то прыжок, который, скорее всего, наверное, не нужен, да, наверное, вот кто-то, кто играет получше, его не будет делать, вы так думаете. Вы тоже попробуйте, это не сложно, это нормально. Иногда лучше пройтись чуть-чуть пешком, чем делать лишний прыжок, потому что прыжок это 0,7 и не меньше, а пешком можно там 0,3, 0,4 пройти и так далее. Ладно, гмук точка, 16,9. Как бы вы, я вам не просто как это все говорю, вы это держите в голове, ребят, работайте над ошибками. Так, сразу на рампу, по боку тришному, но ничего страшного. И вот тоже можно было подняться чуть-чуть выше и долюдеть сразу до финиша. Но такой вариант тоже неплохо, то есть он и много не летел, он плазмил низко, из-за этого он как бы в высоте находился не очень большое время и сделал прыжок, пусть и сделал его, но он сделал его почти сразу, как только эта платформа началась. То есть в этом тоже плюс есть. Хухала, 16,6. Ну такое. Так, хорошо забрался, хорошие углы, сразу на рампочку. Так, по стене не плазмил, очень много потерял, ничего страшного. Ну вот, слишком рано начал, поворачивать, точнее, слишком поздно. Слишком поздно начал поворачивать на финиш, из-за этого очень много потерял, прошел карту вообще отлично. как бы, несмотря на платформу, на которой он там врезался в одну и в другую стену. Прошел карту отлично, но потом начал в конце поворачивать слишком поздно, из-за чего пришлось такой, полукруг делать к финишу. Это не очень выгодно. ВМО, 16-1. Сейчас чихну. А может, и не чихну. Так, хорошо поднялся. Сразу на... на падик. Вот лучше бы прошел пешком, ВМО. Лучше бы прошел пешком. Простите. Так. Да, я выключил уведомления, я сейчас забыл, но я не думал, что мне кто-то будет что-то писать. В общем, основной минус вот у всех, вот у всех у вас, да, вот начиная, наверное, с какого там, я уже не знаю, ну, большинство, да, основной минус у вас это прыжок в конце. Его делать не нужно, вы на этом очень много терять. Вот смотрите, пусть, наверное, ой, ладно, ну, начис, да, скорее всего, сделал такой же прыжок, просто поплазнил где-то быстрее. Давайте посмотрим, 15,8. Давайте посмотрим, насколько этот прыжок на самом деле невыгодный вам. Ну, да, здесь 14,0, а у ВМО было 13, вроде как, и 8. То есть на 200 уже быстрее, ну, еще и с бустом, да, тоже делают прыжок. Это приятно. За оригинальность я тебе, конечно, не поставлю, но знай, что ты тронул мое сердежко. И вот 14,9, видите, разница почти в секунду. Давайте посмотрим, буст топ-3, поздравляю тебя, да, топ-3, да, поздравляю тебя, буст, красавчик. Давайте посмотрим. Не очень быстро поднялся, на 500 хуже начаться, на 500 хуже начаться. Сделал хороший буст, а, тоже с прыжком, но он из-за буста, из-за буста, только из-за буста. Тоже делал этот прыжок бесполезный. Из-за буста. И еще почти секунда, про кипоп. 13,7. Второе место, поздравляю тебя, про кипоп. Чуть не сказал, play опять. Ну, я про себя говорю, play зачем-то. Так, с бустом начало, тоже хорошо. 14,3, на 300 быстрее, чем начаться. Тоже с бустом. Вот. Вот так нужно делать. То есть, вероятно, пус, конечно, долго поднимался, но вполне вероятно, что если бы пус чуть-чуть еще там как-то подвылезал, так сказать, свои углы с плазмы и выполнял там до вот этого буста все так же быстро, как про кипоп, например, и не делал этот прыжок, он бы сделал 13, 100%. То есть, этот прыжок, он целая секунда, можно сказать, этот прыжок. Литиум. На фрейм все перебил про кипопа, в чем я, собственно, поздравляю про кипопа, что он почти как бы перебил литиума, но чуть-чуть не дожал, чуть-чуть не дожал. Ну, 13,5 можно, ребята, можно. Можно сделать все красиво, быстро, особенно, если сразу забираться на самый верхний этаж. Play, собственно, литиум. Ну, слабенько, литиум, слабенько. Тоже с бустом, соответственно. Поднялся очень хорошо. Вот, видите, с бустом Димон докажет. Если что, буст не очень хороший. Минус 100. Что вот это? И тупо конец к плюс 200. То есть, вот. Я не знаю. Давайте еще раз посмотрим топовые демки VP30PM, потому что они коротенькие. Обе это литиума демки. Еще раз взглянем. То есть, хорошие углы, очень быстрый залет на каждый этаж. Запоролся везде тут литиум. Надо было наказывать, конечно, его в ЦП, но я поленился, честно, поленился, потому что плазму, прям плазмораны чистые, не очень люблю. Был бы Рокет, тут хотя бы один, я бы еще поиграл. И то вот он даже поднялся не очень быстро, по идее. Буст не очень хороший, но конец, конечно, он сделал быстро. Конец быстро, молодец. Еще даже чуть подскимил с плазмы там эту платформу финальную, но ничего. Итак, вот вам браузер, нам в Emo топ-5, поздравляю, 33 рейтинга, нормально, литиум врывается, да, в оба рейтинга, судя по всему, 96-92 он получает, волкануэт минус 3, ну, реально, роут не очень, братан, кузлех минус 12, хотя написано плюс, то есть, это лучший минус из тех, которые он получал, судя по всему, а в CPV у него плюсик все в порядке. Такие вот таймы демок не очень много, так, да, ну, может и демок нормальная, а вот таймы, конечно, или что, я хотел сказать, короче, что демок нормально, но карта короткая, поэтому мы все это быстро просмотрели, в общем-то все, ребят, всем спасибо, сейчас, кстати говоря, скорее всего идет стрим на твиче, мы играем Team Run, с Дональдом, и демоном, переходите, посмотрите, угорайте, и, собственно, все, всем спасибо, спасибо всем, кто поддерживает, все, всем удачи, не забывайте, стараться лучше. Субтитры создавал DimaTorzok